Здравствуйте, Инна. Здравствуйте. Расскажите немного о себе. Сколько вам лет, из какого вы города, чем по жизни занимаетесь и как вы застали войну? Мне 34 года. Я живу в городе Киеве. Я адвокат, блогер и телеведущая. И война застала меня, собственно говоря, в прямом эфире телеканала. Я ведущая информационного проекта. Сначала застала меня по дороге на работу, потому что сообщения о взрывах, «Непонятная природа» начали приходить, когда я ехала в машине на работу. Никто не понимал, что это. И я тем более. Поэтому я решила, что я буду действовать по заранее намеченному плану, то есть ехать на работу. Далее непосредственно на работе мне было немного легче, потому что канал информационный. Мы звонили в офис президента, в Министерство внутренних дел, национальную полицию, всевозможные органы, депутатам. И первыми узнавали, что происходит, какие меры предпринимаются. И вот то ощущение, что я нахожусь в повестке дня, и я понимаю, оно помогало мне успокоиться. В это время мой муж, который находился дома с детьми, вырабатывал план, что мы будем делать, когда рабочий день закончится, надо ли бежать из страны, не надо ли бежать. Я, в общем, это все приложила на него, а сама пыталась воевать на информационном фронте. То есть вы постоянно были в информационном потоке, следили за событиями. А скажите, что-то вообще предвещало беду до 24 февраля? Ну, смотрите, если до конца 21 года у нас в основном были темы, какие-то внутренние разборки между политиками, законопроекты, всевозможные реформы, то с начала января у нас весь эфир был занят только возможной войной. То есть встречи Макрон, Путин, Зеленский, Байден, поездки одного к другому, о чем поговорили, к чему пришли, насколько это все может иметь место, где собирается большое количество военной техники и так далее. Все это мы обсуждали. Но чисто психологически у меня вышло юридическое образование. Я человек, который рос, укрепляя в себе веру в верховенство права. Я не верила, что такое может быть в 2022 году в центре Европы. Просто отрицала. Я была уверена, что это политические игры, это между собой как-то решат. Но что в 2022 году будут убивать мирное население, это у меня в голове не укладывалось до такой степени, что у меня даже не было тревожного чемодана. Просто настолько я не была к этому готова, что когда война началась, я попыталась позвонить мужу, няне, разбудить их. У меня не сразу вышло, но я начала писать дальше, кому могу. Написала свекровью, первый человек, который вышел на связь. Она не спала, всегда не спит в это время, она рано просыпается. И я ей написала, началась война, я не знаю, что делать, у меня нет плана на случай войны. То есть у меня действительно не было плана, несмотря на то, что два месяца моя работа запечаталась то, что в прямом эфире. Ну и вы понимаете, как делается прямой эфир. Потом ты все равно весь день в информационном потоке. Ты отслеживаешь новости, ты думаешь над вопросами, над гостями. То есть я все время думала о возможной войне, но не верила почему-то в нее до конца. Хорошо. 24 числа у вас рабочий день, вы, несмотря ни на что, продолжаете выполнять свою работу. Приходите домой, вы сказали, у вас плана не было, у мужа был план. Какой был план? У него тоже не было плана, просто собрал тревожный чемоданчик на случай, если нам нужно спускаться в подвал. У нас нет бомбоубежища в доме, только подвал. И мы даже не собирали вещи, потому что мы не понимали, если мы едем, то куда, ждет ли нас там кто-то и все такое прочее. То есть пока мы просто собирались спрятаться в подвале нашего дома. Так мы прожили первый день в побегах между 13 этажом подвалом и назад. На второй день мы уже все-таки, когда мы услышали перестрелки под нашим окном и увидели следы от танка на дороге возле дома по улице, мы поняли, что точно надо ехать, в дороге разберемся, куда. Еще плюс с пяти часов утра были огромные пробки, и это нас как бы отговаривало ехать, потому что мы понимали, что осуществляются обстрелы, и застрять где-то в пробке на выезде из Киева под обстрелом нам было еще страшнее, чем находиться дома в подвале. В каком районе Киева вы проживаете? Можете не говорить, если не хотите, просто вы говорили там, что у вас уже обстрелы вовсю были, мы пытаемся тоже как-то документировать все эти вещи. Мы все равно туда переехали, мне нечего скрывать, и плюс я блогер, и все мои подписчики знают, где я живу. Это Подольский район, улица Выжгородская, недалеко от выезда на Выжгород. Получается, там есть площадь Шевченко, это прямо там в 10 минутах ходьбы от нас. На эту площадь Шевченко высаживался десант, который потом пытались наши ребята отстреливать. Между ними была перестрелка. И плюс именно с этого Выжгородского направления пытались зайти вражеские танки. И мы видели следы от танков, мы не знаем, возможно, это были наши, если честно, нас-то не сильно волновало, потому что танки — это всегда машина, которая несет смерть. Неважно, это понятное дело, что наши танки, они нас защищают, но в целом смерть была максимально близко. И мужу написали, что есть информация, что на Булучченко высадился десант. Мы знаем, что в этом рядом лучше стараться выехать. 25 февраля мы выехали. Я, муж, дети, няня и племянница мужа. Куда вы едете и как это вообще все происходило? Мы не знали, куда мы будем ехать, мы просто приняли импульсивное решение двигаться из Киева. Понятное дело, что все два дня мы все равно были в общении с нашими близкими. И абсолютно все знакомые, незнакомые, подписчики в Инстаграме писали, что мы можем приехать. Все так друг другу писали, что если что, я в таком-то регионе, в такой-то области, в доме есть места, приезжайте. И мы сели в машину и начали просто перечитывать эти сообщения, думать, куда нам по пути, потому что пробка до Житомира, это город, до которого, кажется, 140 километров, для нас составило 7 часов. Мы ехали. Поэтому мы не знали, насколько мы сможем продвинуться. Мы не понимали, какая ситуация при выезде из города. И мы выбрали место в Хмельницкой области. Там уже были наши друзья в маленьком доме, тоже наши друзей, родители наших друзей. Мы подумали, что мы будем держать путь туда. Туда мы осилим дорогу, чтобы не ночевать в машине. Было очень тяжело добираться, потому что уже были блокпосты, такие как самодельные, то есть какая-то территориальная оборона. Не было там централизованных блокпостов. Мы не понимали, кто эти люди. Было максимально страшно. Стоят люди с оружием, тебя останавливают на какой-то проселочной дороге. А еще и вся дорога заключалась в том, что ты постоянно пытаешься найти контакты с теми, кто проехал на час ранее тебя, чтобы сообщить из разряда «Мост подорвали». Мы там тоже ребятам, которые ехали через 2 часа, говорим, по нашей дороге ехать не надо, после нас подорвали мост, вы не проедете. И так постоянно меняли маршрут, то есть навигатор не помогает, ты сам пытаешься. Фонарей нет, дорога проселочная, но глубокой ночью мы доехали, и в том доме мы прожили, кажется, неделю. Да, неделю мы там пробыли, двадцатером, спали шестером в малюсенькой комнате, но мы просто благодарны, что нам вообще было где спать, и что в этом доме был подвал. Туда поехали тоже наши друзья, и мы туда приехали, там часть наших друзей была, часть там каких-то знакомых других, то есть было много людей, и там мы остановились, чтобы выдохнуть и понять, куда мы будем двигаться дальше. Вообще будем мы выезжать из Украины или быть в Украине, мы еще не понимали, но был шок. Неделю мы там пробыли, поняли, что просто, ну, это как временное убежище, туда должны уже другие люди приезжать, потому что все спасаются из Киева, это так посередине выезда за границу в любую из стран, там, Румынию, Молдову, или там на Польшу чуть дальше ехать, и что мы должны уступить место другим. Поэтому оттуда мы поехали на Закарпатье, и там Мукачевым тоже сняли комнату, и там прожили еще какое-то время. То есть первый почти месяц войны мы жили в Украине. Как и когда вы уже уехали из страны? Мы выезжали два раза. Мы первый раз выехали в Польшу 5 марта, потому что было предложение о работе на телеканале польском, и мы приехали поговорить, но я, наверное, морально не была готова менять место работы, это было все очень спонтанно, и мы вернулись назад в Украину, прожили еще в Мукачевом. 18 марта мы поняли, что нам нужно двигаться дальше, потому что информация, во-первых, начались чаще воздушные тревоги быть на западе Украины, были прилеты, и стало небезопасно, стало страшно и там, и поняли, что нужно ехать в Европу, там, где безопасно, просто для безопасности наших детей. Муж решил вернуться в Киев. Ему было очень тяжело морально находиться на западе, потому что он не мог быть полезным, минимально полезным, ты можешь быть на западе Украины. Мы там помогали, волонтерили, собирали деньги, возили гуманитарку, но он понимал, что в Киеве дома, где есть знакомство, связь, все намного проще, он сможет подключиться к каким-то глобальным проектам на телевидении, и собирать намного больше денег и пользы в это военное время. А мне с детьми уехать куда-то за границу, и мы сначала поехали в Польшу, мы выехали вместе с мужем, потому что он как раз готовил с министерством марафон, первый Save Ukraine в Польше, мы выехали, и когда марафон закончился, Тим, мой муж, вернулся в Киев, а мы поехали дальше в Мюнхен, потому что у нас там уже были наши друзья, знакомые, нам так морально было легче, что кто-то нам поможет, как-то вообще обустроиться, разобраться, что к чему, куда идти, где жить, и они же нашли, нам помогли жильем, временным жильем, на месяц, два, и там мы два месяца прожили и максимально выдохнули, уже и по дороге из Мюнхена, ну как по дороге, мы еще поехали на две недели в Италию, потому что я боялась возвращаться в Украину, мне еще было страшно, но уже не могла оставаться в Мюнхене, потому что негде было жить, и есть такая программа, она, наверное, уже закрыта, Airbnb давали ваучеры на проживание украинцам, в котором негде жить, я подала заявку, мне утвердили, и я забронировала квартиру в Италии, недели в Италии по этому ваучеру, собираясь с мыслями, что мы будем ехать в Украину, и в середине июня мы вернулись уже домой. Почему вы приняли такое решение вернуться? Первая причина, почему я вернулась, нам негде было жить, и у меня уже не было сил искать. Найти жилье в Европе не так просто, как каждый. Понятное дело, что можно жить в центрах для беженцев, это какой-то выставочный центр или спортивный зал, где стоит 300 кроватей, но это не комфорт, и вообще-то максимально тяжело. То есть я понимаю, что людям, которым негде жить, лучше так, чем ничего. Мы поговорили с мужем, мы решили, что в Украине самое безопасное место это Киев, потому что это центр принятия решений, тут президент, тут все ответственные лица, поэтому Киев, скорее всего, защищен лучше всех. Ну и плюс, знаете, дома и стены лечат, и за границей было тяжело оставаться, и я до последнего колебалась, там, заниматься ли визой, например, и защитой в Англии или все-таки вернуться домой. Ну и просто отпустила ситуацию, решила, что мы с мужем принимаем решения вместе, и он говорит, возвращайся домой, тут мы сможем быть больше полезными нашей стране, потому что у нас все занимаются какими-то волонтерскими проектами и помогают. И реально, находясь тут, тебе намного легче помогать, намного легче закрывать какие-то сборы, придумывать какие-то проекты, идеи, чтобы все-таки помогать, собирать, доставлять гуманитарную помощь. За границей это было тяжелее, за границей ты больше отдыхаешь от новостей, выключаешься, то есть это больше для тех, мы все по-разному реагируем, вот у кого совсем крыша едет, а таких тоже хватает, потому что жить в этом информационном пространстве физически невозможно. Им лучше выезжать для своего психического здоровья, для здоровья своих детей. Какая обстановка в Киеве сейчас? Знаете, с одной стороны, когда кто-то видит, как живет Киев, им кажется, что войны нет. Это ужасно, но люди привыкают жить, потому что они хотят жить дальше, они не хотят отдать врагу свое ментальное здоровье, поэтому вопреки всем воздушным тревогам мы продолжаем жить, у нас открыты заведения, рестораны, можно поесть, можно сходить в кино, работают все супермаркеты, есть все продукты, есть бензин, но воздушная тревога почти каждый день. Все мы привыкли, каждый день, ты зашел в супермаркет, набрал продуктов, потом ты спускаешься в подвал и ждешь там час-два, пока закончится воздушная тревога. Просто реально к этому привыкают. Не стало лучше, вообще не стало лучше по сравнению с Европлением. Все точно так же. Все точно так же недавно прилетела ракета в жилой дом и там погибшие обычные граждане. Все так же ракеты прилетают не в инфраструктуру, как отчитывается потом у себя в СМИ сторона России. Нет, они прилетают в жилые дома, гибнут люди. Все так же опасно, как и в феврале месяце. Просто люди по разным причинам, которые тут остались, понимают, что можно сойти с ума, если продолжать дальше также паниковать. Но конфликт не исчерпан. Мы все так же каждый день можем умереть. И все так же каждый день в Украине умирают люди в разных городах. То есть нет какой-то точки, в которые постоянно стреляют. Абсолютно разная география прилетов, абсолютно разные. И где бы ты ни находился, в любом городе ты находишься в постоянной опасности. Винница, Днепр, Николаев, это все города в разных регионах Украины. И туда прилетали в гражданские объекты ракеты и погибали люди. Такая тенденция, начинают упрекать вас за то, что вы пытаетесь нормально жить. Да. Постоянно. Вы же бедный несчастник. А вы должны ходить, плакать. Страдать. Страдать. Это ужасно. В Латвии тоже есть такое, как только вот видят, что какая-то сторис из Киева. Они такие, ой, ну все, это же понятно, это все фейки были, все у них в порядке. И так далее. Это так есть, да. Мы привыкли так жить. И мы стараемся находить силы, оптимизм. Да, мы уже смеемся, да, мы радуемся жизни, да, мы продолжаем петь песни, мы продолжаем смотреть фильмы, потому что мы просто хотим жить. Когда началась война, я поняла, что я беженец. Сначала внутренний беженец, потом поехали в Европу. И я вспомнила, например, когда была война в Сирии. Что для меня это было? Просто где-то там война. Есть какие-то сирийские беженцы. Мне их очень жаль, но пока они ко мне не приходят, не просят о помощи, я их просто поддерживаю морально. Тема светской беседы. И когда я была в Мюнхене и выходила на акции, митинги, и мы идем и рыдаем все искренне, потому что мы все мечтаем вернуться домой, чтобы прекратились эти смерти. А люди сидят за столиками, пьют просека, и мы для них тема для светской беседы. И их нельзя за это осуждать, потому что все так. Пока война где-то там, она где-то там, и ты не можешь ее понять. И я искренне желаю вам никогда нас не понять. Не нужно это понимать. Такого не должно быть в мире. Чтобы мы просто остались такой страничкой в истории, когда вы всем нам посочувствовали, но чтобы это скорее было в прошлом. Не должны люди понимать, что такое война на собственной шкуре. Потому что это очень сложно передать. На первые две недели я не могла остаться одна, даже на минуту. Я боялась пойти в туалет или в душ, потому что мне накрывали атаки панические. Я просто рыдала. Это был такой страх смерти. Просто при детях дети держат. Многие мои друзья без детей, они говорят, слава богу, что у нас нет детей, потому что вот выезжай сейчас под этими обстрелами, выстрелами, спасать детей, тут себя бы спасти. Меня дети держат. Я с ними понимаю, что я не имею права раскисать, я не имею права сходить с ума. Потом, конечно, этот шок прошел, ты начинаешь ко всему адаптироваться и привыкать, но это настолько страшно, этот стресс, который мы переживаем, что его никому не желаешь пережить. И пусть никто, ни одна страна в мире больше никогда не поймет, что такое война. Я не обижаюсь ни на кого, ни в Германии, ни в Италии. Они там не понимали нас. Когда мы говорили, что мы беженцы, они такие, а. А в Италии еще и раздражались, потому что мы уже задолбали их быть в информационном пространстве всегда. У них там было все классно, была своя прекрасная жизнь, море, горы, просека, паста, пицца, а тут эти украинцы со своими проблемами. У вас, вот вы сказали, двое детей, сколько им лет? Старше 4 года, исполнилось в июне младшему 2,5. Они осознавали, что происходит вообще? В первый день я объяснила, что когда воздушная тревога, мы спускаемся в подвал. Так надо. И для них это было даже весело. Они спускаются в подвал, какое-то приключение, тут другие дети, друзья, они спят на матрасе, класс. Но со временем они начали понимать, старшие, младшие просто до сих пор там слышат тревогу и говорят, что воздушная тревога, надо прятаться. Но я думаю, что у него логическая цепочка не включается. А у дочери, ей 4 года, у нее включается. Как только она слышит воздушную тревогу, она плачет, чтобы все собрались и спрятались. И когда кто-то, она знает, что там бабушка во дворе, она бежит за бабушкой, все должны спрятаться в подвале, иначе ракета бабушку найдет. И она задает такие вопросы, когда я пытаюсь ее успокоить, я говорю, не переживай, бабушка там смотрит, она увидит ракету, она успеет добежать. И она мне задает логичные вопросы. А если выпущено несколько ракет? Это ребенок 4 года. Или там спрашивает, ракета попадет в наш дом? Если попадет, мы что, умрем? Я говорю, ракета не попадет в наш дом. Она говорит, почему? Я говорю, Боженька нас бережет. Почему он нас бережет? У меня нет ответов на эти вопросы. Я не знаю, как объяснять ребенок. Вроде я должна объяснить, что ракета — это то, что несет смерть, поэтому нам надо прятаться от нее. Это очень важно. А с другой стороны, я не хочу травмировать ребенка. Но я думаю, что она уже травмирована, потому что если сирена по ночам, она просыпается и плачет. Она не говорит, что за сирен. Она просто говорит, мне страшно, побудь со мной. Это такие моменты, что я переживала, когда я думала, возвращаться в Украину или нет, что дети будут страдать из-за воздушных тревог. И все-таки сейчас они уже начинают страдать и думают, что это что-то, что останется с ними навсегда, и нам еще долго придется с этим всем работать. Но главное, чтобы все закончилось, поработаем. Это уже такой второстепенный момент. Детям говорили, что Россия напала на Украину? Такие вопросы уже обсуждались. Да, да. Да, дети знают. Опять-таки, это не какой-то такой механизм, где уже есть советы психолога, как правильно себя повести. И ни один психолог не готовил маму к тому, что наступит война, и как ты объясняешь ребенку согласно его возрасту. Поэтому мы поступали интуитивно. У меня подруга детский психолог, и она с ней советовалась, ну так, чтобы не травмировать ребенка, не испугать. И сначала мы в форме как бы игры объясняли, а потом все-таки видим, что ребенок уже понимает. И она задает вопросы, и мы не можем брать. Мы ей отвечали, и мы говорили, что Россия напала. И у нас с этим связаны куча смешных историй из разряда, как у меня просто семья до начала войны была русскоязычная. Мы все говорили на русском. Теперь у нас в стране есть такой языковой конфликт. Ну, понятное дело, мы теперь ненавидим Россию всей душой и стараемся от нее отстраниться. Мы все перешли на украинский. Ну, мы никого не заставляем, просто нам так комфортно. И дети спрашивали, почему мы переходим на украинский. Мы объяснили, что русский язык, на русском языке говорят те, из-за кого мы бежали из дома. И такова у нас война, и тогда мы еще были не дома. Мы не можем вернуться. И дети начали тоже как-то подтягиваться. Дочка тоже старается учить. И когда она слышит где-то русскую речь, она бежит, бросается игрушкой, кричит, они русские, они русские, мама, посмотри. При этом кричит она на русском языке. И нам это все иногда смешно, а с другой стороны, как бы и не очень. То есть ребенок понимает, и в 4 года, она, например, уже когда смотрит мультики, она спрашивает, российское производство или нет. Потому что мы однажды объяснили, что мы не будем смотреть там ряд блогов и мультиков, которые ты любишь, потому что они производятся в стране, которая нас атаковала. И дети это понимают. Мне страшно осознавать, что ребенок 4 года это понимает. То есть мне было 34 на момент начала войны, и я ничего не понимала. А мой ребенок 4 вынужден это знать. Но, возможно, так взращивается осознанное поколение, поколение патриотов. Конечно, не хотелось бы, чтобы наши дети ощущали. То есть я изначально думала, что я максимально буду своих детей оберегать от войны. Что для них это будет какой-то период, когда они куда-то уехали, там что-то было, но у них позитивные воспоминания. Они были с мамой, они видели Германию, они побывали в Италии, для них это путешествие. Все хорошо, все улыбаются, все счастливы. Но в целом нет, они понимают, что такое война, что Россия напала, что это опасно, что русских стоит остерегаться, и им, наверное, с этим придется жить всю жизнь. Я хочу задать вам вопрос, но для начала такое небольшое предисловие. Я хочу, чтобы вы точно сейчас понимали, что я абсолютно лично, я поддерживаю Украину, я против вообще всего того, что происходит, против войны. Но не кажется ли вам, что это не совсем правильно, русский язык, что вот это язык агрессора? Мне кажется, что вот когда мы говорим детям, нужно четко объяснить, что есть один Путин, есть какая-то там эта кучка избирателей, которая там в этих селах, поселках, которая его поддерживает, но не русские виноваты в том, что это происходит. Просто ребенок может неправильно, мне кажется, как-то это спроецировать. То есть я-то вашу мысль понимаю. Мы не должны вообще ничего сейчас российского производства ни употреблять, ни смотреть, ни слушать, потому что мы хотим финансово их огородить, чтобы у них не осталось средств к ведению войны. Но тем не менее, это же ребенок, он может неправильно понять, могут какие-то нацистские проявления, знаете, случайно просто произойти. Да, я вас отлично понимаю. Я родилась в русскоязычном городе, училась в русскоязычной школе. Язык моего бытового общения всегда был русский. Я думаю, на русском языке. Моя мама пела мне колыбель на русском языке. Мы все русскоязычные, так разговаривали в семье, с мужем так воспитывали детей. Но когда началась война, просто до этого я об этом не задумывалась, потому что мне было удобно говорить на русском. Все говорят на русском. Я знаю украинский, использую его на работе, я говорю в эфире на украинском языке, я говорю в суде, когда выступаю на украинском языке. То есть он у меня свободный, но русский мой бытовой язык. И когда началась война, я тоже столкнулась с тем, что начинают вот прям такие прям националистические высказывания, как ты можешь, ты публичное лицо, переходи на украинский, из-за таких, как ты, война и все такое прочее. Мне было максимально неприятно. Я вас понимаю, блин, что я виновата, это что я Путина привела, я что его жена, друг его, я с ним какие-то решения принимаю, я не виновата, я страдаю от этого, мои друзья страдают, моя семья страдает, мои дети страдают. Но когда я начала интересоваться этим, именно вопросом языковым, то просто осознала, что я не воспринимала информацию, насколько украинский язык притеснялся в течение больше, чем столетия, именно притеснялся. И мое поведение сейчас, переход на украинский язык, связан не с ненавистью к русскому языку, о русских я скажу отдельно, именно к языку, а с любовью и к желанию возродить украинский, осознавая, что он мог бы быть сейчас нашим бытовым языком, но не стал таковым, потому что нас притесняли долгие годы, еще со времен Российской империи. И со всем уважением и со всей любовью к украинскому языку я хочу, чтобы мои дети на нем говорили. Именно поэтому я перешла дома и говорю везде. Мои дети со мной находятся 24 на 7. Я хочу, чтобы они от меня слышали только украинскую речь. Классно, если они будут знать русский, украинский, английский, немецкий, французский. Много языков, но я хочу, чтобы язык их общения был украинский, потому что они украинцы. И так правильно. В принципе, к русскому языку у меня нет никакого негативного отношения, потому что мне по сей день намного легче говорить о русском языке, чем на украинском. И до сих пор перехожу. Потому что, когда ты устаешь, когда твой мозг перенасыщен информацией, и ты общаешься с мужем, с детьми или с родными, он отвечает на автомате. А когда я говорю на украинском, я включаю коробочку и начинаю переводить. Это сложно. Но я стараюсь для того, чтобы всё-таки перейти из уважения к своей стране. По поводу русских. Скорее всего, нас, во-первых, сейчас смотрят русские, этнические русские. У меня откровенная ненависть есть, я это не буду скрывать, к людям, которые имеют до сих пор российский паспорт, потому что они имеют сферу влияния на Россию. К сожалению, мы отсюда видим, что победить нам в этой войне практически невозможно. Посмотрите на карты, на размеры Украины, на размеры России. Представьте, сколько людей живёт, посмотрите на демографическую ситуацию, сколько мужчин в Украине, сколько мужчин в России. То есть объективно победить Украине, Россию, практически невозможно. Это должна быть какая-то суперсила. И в нашем видении эта суперсила — это российский народ, который может встать и сказать, ты что, придурок, остановись, хватит. 50 тысяч российских солдат погибли за эти пять месяцев. Это 50 тысяч мужей, сыновей, братьев, друзей. Это только официальная статистика. Их же может быть намного больше. И это нужно остановить. И люди, которые имеют российский паспорт, российское гражданство и право голоса в России, могут выйти и остановить. Но они не хотят по разным причинам. Объясняют, как хотят, даже те, которые поддерживают. Я ничего против не имею людей, которые носители русского языка и живут в других странах. Когда мы приехали в Мюнхен, нас поддерживали и буквально спасали и продолжали нам жизнь этнические русские. Ребята, которые 20-30 лет назад переехали в Германию, имеют гражданство Германии, но они знают только русский язык. Они родились когда-то в России, но они понимают абсурдность этой ситуации и хотят максимально помочь. Я им максимально благодарна, люблю их и никогда не буду осуждать, потому что они делают все, что могут. Они не могут по-другому изменить ситуацию. Они в России никто. Они просто когда-то были в России. А люди, которые носители паспортов, молчат. Они для меня предатели, потому что они молчат, когда видят смерть. И только они могут их остановить. Мы видим, что происходит в мире, и все политики международного масштаба они очень сочувствуют, очень поддерживают на словах, но на деле, к сожалению, у нас нет поддержки, которая может помочь Украине остановить войну. У нас оружия наступательного нет, то есть вводить захваченные территории, даже те, которые были захвачены сначала полномасштабного вторжения, даже не касаясь спорных территорий, те, которые считаются спорными 8 лет, хотя они украинские, у нас даже этого возможности нет. То есть отбить просто то, за что мы сейчас гибнут люди с 24 февраля, потому что нет такого оружия. Это оружие не продается где-то на каком-то сайте или просто в магазине. Это оружие очень ограниченного доступа, и политики садятся и принимают решение, кому они будут продавать, кому нет. Поэтому там надеются, что нам помогут люди этого масштаба, нет. И нам бы помогли русские. Русские нам не помогают. Это очень грустно. И вот именно к ним у меня ненавистное отношение, потому что у нас погибло очень много детей, просто людей гражданских, которым некуда было ехать. И за это не могут отвечать только те люди, которые давали приказ или которые стоят у власти. Этих людей кто-то привел к этой власти. И даже если они пришли незаконным путем, эти люди там сидят у этой власти до сих пор, потому что народ, источник власти в демократическом государстве молчит. Молчание – это тоже позиция. Молчать – это бездействовать, это тоже выражать свою позицию. Ты не хочешь что-то делать. И вот тут бы я хотела просто очертить, что у меня есть ненависть, я не буду этого отрицать, у меня есть нелюбовь к людям, носителям паспорта, к носителям языка, я тоже носитель этого языка. И я продолжу говорить на русском языке, например, с вами или с другими людьми, которые не знают украинского. Не будем же мы переходить на английский, если нам вдвоем комфортно говорить на русском. Русский не виноват. Просто это язык, который использовался для механизмов влияния, изменения, репрессий в Украине на протяжении долгих-долгих лет. И мы сейчас украинцы копаем в эту всю историю, как она все происходила, и понимаем, что реальный язык имеет значение. Не стоит его ненавидеть, просто стоит отстаивать украинский язык. И точно, если мы говорим на русском языке, то мы должны также свободно говорить на украинском, как минимум. Не обязательно переходить. Но в целом, у меня многие друзья продолжают говорить на русском языке. Мы никого не принуждаем, не притесняем, не перестаем с ними общаться. Мы также близко с ними дружим. Просто мое решение внутри семьи заниматься развитием украинского языка и нести его дальше. Если говорить о территориях, у меня есть такой вопрос, который я тоже подчеркнула от комментаторов, хейтеров, скажем так, Украины. Они пишут, что вот отдали бы уже территории этой России, жили бы да не тужили, война бы закончилась, и какая вообще вам разница под каким правительством жить? Вот что вы думаете по этому поводу? А разве есть какая-то гарантия, что он не пойдет дальше? Мы же уже видим, что международное право не работает, соглашение не работает, все взятые на себя обязательства, это пустые слова в воздух, они ничего за собой не влекут. И предположим, завтра мы садимся и говорим, хорошо, давайте остановим эту войну, остановим смерть и забирайте территории, которые вы считаете своими, но и от них отрекаемся. Крым, Донецкая, Луганская область, предположим, такое есть. А где гарантия, что пройдет месяц, два или там хорошо, год, три, пять, десять лет, и они не захотят пойти дальше, и не скажут, что русскоязычное население есть еще в Днепропетровской области, что там еще Харьков им нравится, Запорожская область, Херсонская область, потому что многие люди говорят на русском языке, а это их же основной сейчас посыл, что они защищают русскоязычное население, оно там страдает, его ущемляет, никого никогда не ущемляли, я думаю, это все так понимают, но сам факт, посыл такой опускается для своих, гарантий нет. Все парни, мои друзья, близкие, которые воюют, а это все интеллектуальные элиты, это ребята, у которых были свои бизнесы, они хорошо зарабатывали, они занимали высокие должности, именно интеллектуальные элиты сейчас воюют в грязных окопах и так далее, потому что говорят, лучше я умру, чем я буду жить под руководством тех орков, которые пришли на нашу землю. Мы их видели, мы видели, что они за собой несут, какое разрушение, вы не представляете просто, что это, это даже не люди, это даже, ну и даже существами их сложно назвать, что они после себя оставляют, что они делают с людьми, которых они встречают на своем пути. Жить с такими на одной территории настолько не хочется, что действительно лучше умереть, чем с ними жить. Это не люди, это изверги, что они поставляли в квартирах и домах. У нас сестра моего мужа была в оккупации, и они чудом сбежали, чудом выжили. И потом, когда они пришли в свой дом и отмывали, я не буду вдаваться в подробности, что в том доме было, но люди военные такого не сделают. И есть большая разница между представлением, когда ты думаешь себе, как это будет. Пришли военные, повоевали с другими военными, отвоевали территории и сказали, теперь здесь будет вот такая-то страна и живете по таким-то законам. И это как бы, ну, еще плюс-минус можно представить. То в жизни, когда ты воюешь с русскими, это абсолютно не так. Это просто какая-то нечисть, которая приходит убивать, насиловать, уродовать и забирать то, что у тебя есть. А не просто то, что они не могли с собой забрать, они просто портили, чтобы у тебя этого не было. Сжигали, ломали, разбивали, обмазывали фекалиями. Зачем такое делать? Зачем? Я видела очень много таких кадров в интернете. Это, конечно, ужас, но а так в целом все действия правительства Зеленского поддерживаете? Вы лично? Я не голосовала за Зеленского. Я голосовала за его оппонента на выборах. Я в него не верила. Я не верила, что человек, который был актером, может быть в политике. Не потому, что он плохой. Я верила, что он максимально приятная личность и у него максимально светлые помыслы. Но чтобы руководить страной, нужен не один человек, а сотни тысяч на местах. И я не верила, что они у него будут эти люди. Я отношусь к власти как? Если избрали президента, то он мой президент в том числе. Поэтому в первый же день, когда Зеленский приступил к своим обязанностям, я называла его своим президентом. Ну так правильно, у нас демократия, мы его избрали, не я, но что ж поделаешь. Окей, будем принимать. То когда началась война, его поведение, оно настолько шокировало всех украинцев, ну может быть не всех, конечно, большинство. Я максимально поддерживаю. И даже те решения, которые мне кажутся не совсем там понятными, или я бы поступила на его месте по-другому, я понимаю, что я не военный эксперт, я не политик, я не знаю всей той информацией, которой обладает президент и главнокомандующий. Но я реально максимально ему верю, максимально доверяю, и понимаю, что если бы у нас был другой президент, скорее всего, Украины бы уже не было вообще на карте. И понимаю, что действительно этот человек борется за все наши жизни. У меня нет к нему вопросов. То есть я не хочу спросить, почему так, почему так в том городе, почему так в Херсоне, почему так в Мариуполе. Я искренне верю, что по-другому он просто не смог, исходя из тех исходных данных, которые, не только данных, вообще сил, которые у него есть. И что его благая цель — это сохранить Украину и восстановить ее территориальную целостность. Так все в моем окружении. У меня все почти друзья не голосовали за Зеленского. Есть определенные исключения. Мы на этой почве даже со временем ругались, но теперь мы даже не знаем ни одного человека, который бы критиковал его действия. Хотя такие тоже есть, и они тоже имеют свое мнение и право на это мнение абсолютно. У нас как бы с этим проблем нет никаких, их никто не притесняет. Но если вы спрашиваете конкретно меня, то если меня спросить, доверяю ли я полностью закрытыми глазами Зеленскому, я доверяю. Вы же понимаете, что закончится война, неважно, даже если она закончится прямо сегодня после нашего разговора, это еще сколько страна будет восстанавливаться. Вы все-таки с мужем относитесь к интеллигентной части общества. Люди городские, столицы, то есть люди, которые могут и зарабатывают деньги. Вот вам вообще это все надо? Вот такой человеческий вопрос. Страна еще очень долго будет пребывать в экономическом кризисе. Я понимаю, что хочется быть дома и все остальное, но, наверное, ужасно прозвучит, но деньги деньгами, как говорится. Это не ужасно, это абсолютно нормальный вопрос, но у нас, когда начались все эти перипетии, это я не про войну, войну называю войной, просто вот, когда было непонятно, едем мы, не едем, мы с мужем боялись говорить на эту тему, потому что я очень боялась, что он будет не настолько патриотично настроен, сколько я, а он очень боялся, что если он скажет своей жене, что он хочет остаться в Украине, это обозначает без дохода вообще, то это предательство по отношению к жене и к детям. Но однажды мы прошли такой переломный момент, когда вдвоем одновременно решили поговорить, мы поговорили и выяснили, что для нас одинаково важно оставаться, в первую очередь, патриотами. И мы реально настроены отстраивать Украину, мы реально знаем, что мы будем тут полезны. Во-первых, я как адвокат буду полезна, потому что нужно будет сопровождать все транши денежные, их реализация, это все юридическая работа. Муж мой занимается проектами, организационными ивентами, и это тоже, то есть, понятное дело, не праздники организовывать, но организовывать отстройку Украины тоже нужно иметь определенный склад ума. Мы знаем, что мы будем полезны, и мы реально очень хотим помочь, то есть, у нас не возникла такой идеи ни разу уехать и попробовать жить заново, найти работу в более безопасном месте, оставаться украинцем, но жить комфортно, как мы привыкли. Мы действительно жили очень хорошо, и все, у нас были такие проблемы, о которых сейчас вспоминаешь и смеешься. Этого нет, и неизвестно, когда будет и будет ли, но желание оставаться тут не потому, что это дом, потому что это наша страна, и не зря за нее боролись. Оно намного сильнее, чем желание 10 раз в год ездить в отпуск, отдыхать на Мальдивах и покупать брендовые вещи. Действительно, вот у нас такая переоценка ценностей произошла почти у всех. Я очень счастлива, что мы с мужем в этом сошлись, потому что, если бы мы не сошлись, скорее всего, наш бы брак дал бы большую трещину. Но у нас получилось. Значит, вот будем довольствоваться тем, что есть, но очень радоваться, что мы полезны и помогаем просто восстановить из пепла наш родной дом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok